приветствую дорогие друзья хочу вам оставить отзыв на препарат ретинола ацетат вот такой берем марбиофарм прежде всего вот а ну берем еще и такой в капсулах вот ретинола ацетат он это вот такой идеальный капсулы потому что здесь все равно сложно дозировать ну допустим там отмерять на в пипетке типа эти капельки если для приема внутрь то лучше лучше в капсулах потому что здесь скорее всего правильно не отмерить это может в капля то чтобы понятие растяжимое то есть можно капнуть такую каплю можно меньше больше там и короче типа чтоб не передозировать хотя но я думаю на таких количествах вы не передозируете это надо ложечку целую выпить что плохо стало а этот короче для наружного применения лучше всего и вот им чаще у кого какие корки в носу там такие не заживающие там стафилококовые какие-нибудь там или эти после у кого-нибудь каких манипуляций там или профессиональные еще там могут быть заболевания носа как бы вот кто страдает еще чем-то типа надо ранки под зажили как бы что под зажили или увлажнить то вот это идеальное чтобы у нас умазать хорошо помогает стоит вообще недорого а вообще витамина он же полезен там для глаз нужен для иммунитета и потом еще высказывались такие как бы но я думаю это небезосновательно точно я верю в общем этому автору этих видео софья доринская на своем канале доказательной медицины она говорит что камни в почках вот не хватало нехватка витамина это камни в почках поэтому тоже достаток достатки должен быть постоянно нельзя их применять так время от времени там я вообще никогда каждый день не применяю но могу принять когда там под заболел могу туда подряд там три четыре пять шесть дней принять подряд а так что-то чувствую просто однократно приму вот эту капсулу и чаще даже с витамином е еще при принимаю и все замечательно реально действует работает еще как бы она самая лучшая комбинация вот этих витамин а его на свету нельзя но это электрический свет а дневной свет разрушает поэтому беречь обязательно хранить в холодильнике беречь от света и вот самая лучшая комбинация это витамин а е и c то есть одна горошинка витамина а одна горошинка такая красная витамин етко ферол ацетат и витамина c миллиграмм 500 600 700 смело вот в один прием с этим а потом еще можно витамина c в день под накинуть и все и завтра уже у вас воспалительные процессы все по утихла температура снизилась и все хорошо так что витамин а не забывайте это лучше любых лекарств во многих случаях правильно лечиться витаминами они заглушать симптомами тупыми лекарствами подписывайтесь на канал не болейте здоровья вам всего наилучшего